Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Добрый день, работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сфотка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Президент России Владимир Путин заявил, что требования России это не ультиматум. Но Запад должен дать на них ответ. А между тем, Соединенные Штаты Америки со своей стороны заявили о готовности начать переговоры с Россией по вопросам безопасности. И Соединенные Штаты Америки и НАТО возобновят переговоры с Россией уже в январе. Американо-российские отношения гораздо хуже, чем карибский кризис, так считают эксперты. И к тому же российская подлодка запустила крылатую ракету «Калибр» прямо из Японского моря. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки рекомендовал американцам не ездить в Украину. Экономический форум в Давосе отложен из-за штамма «Омикрон». А «Белый дом» сообщил о контакте Байдена с инфицированным коронавирусом. Между тем, глава системы здравоохранения Соединенных Штатов Америки предупреждает о очень трудных неделях из-за нового штамма коронавируса. И «Омикрон» уже стал доминирующим штаммом коронавируса на территории Соединенных Штатов. «Омикрон» также обрушил биржу. Трамп потребовал от Китая 60 триллионов долларов компенсации из-за ковида. Средства массовой информации сообщают, что препараты Pfizer и Merck для лечения COVID-19 могут быть одобрены уже в среду. Власти Соединенных Штатов Америки обвинили пятерых россиян в инсайдерской торговле. Алекс Джонс отказался давать показания в Конгрессе. Напомню, что Алекс Джонс – это сторонник теорий заговоров и основатель правого веб-сайта InfoWars. Жители Кентуккия обвинили в связях с ИК. Женщина из Висконсина погибла, спасая своего четырехлетнего сына от разъяренного питбуля. Компания UPS заказала 19 транспортных самолетов Boeing. Учительница собирает более 100 тысяч долларов на питание для нуждающихся учеников, чтобы им не было голодно на рождественских каникулах. В некоторых штатах, к тому же, перед Рождеством раздают деньги. И у нас у всех рождественское настроение. В калифорнийском Нейпл соседи каждый год состязаются в том, чей дом будет ярче и круче украшен к Рождеству. А как у вас? И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа-Центра. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. О погоде за бортом. Сказать, что погода у нас будет все круче и круче в Филадельфии не получается. В Филадельфии обычно зимняя погода. Днем столбики терминов поднимаются где-то до 40-42 градуса по Фаренгиту. По ночам опускаются ниже точки замерзания. И на этой неделе в отдельные дни, увы, могут быть очень серьезные заморозки. Опять столбики терминов могут упасть ниже 25 градусов по Фаренгиту. Но, судя по всему, к Рождеству погода немножко будет из штопора. Будет даже чуть-чуть потеплее. Где-то в районе 50 градусов по Фаренгиту. А ночью даже будет где-то в районе 40, что не скажешь о порт над метро Ирии. Где ждут настоящие в буквальном смысле слова крещенские морозы на следующей неделе, когда днем будет не больше 30 градусов по Фаренгиту в отдельные дни. А по ночам, увы, столбики терминов будут опускаться. Внимание! Ниже 17 градусов по Фаренгиту. Но перед этим, к концу этой недели, к Рождеству, обещают даже не дождь. И даже не снег, а грозы. Прямо в рождественский сочельник. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работы службы информации медицентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известей в любое удобное для Вас время виде подкастов на Spotify через CarPlay. В каждом автомобиле, в каждом траке мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Президент России Владимир Путин выступил во вторник в Москве на расширенной коллегии Министерства обороны страны. Это его первое выступление после публикации МИДа России требований так называемых гарантий безопасности, адресованных Соединенным Штатам Америки и НАТО. И вину на нынешний рост напряженности в Европе он возложил на Запад. При этом Путин обратился к истории, обвинив в Соединенных Штатам Америки союзников страны, в частности в том, что в 90-е годы они якобы поддерживали сепаратистов на Северном Кавказе и террористов. Путин также заявил, что НАТО развертывает военную инфраструктуру прямо у российских границ. Я цитирую. В случае продолжения. Явно агрессивная линия западных коллег. Мы будем принимать адекватные военно-технические меры. Конец цитаты. Так сказал Путин, не приводя при этом подробностей. При этом президент России сказал, что российское требование гарантии не является ультиматумом, но страны Запада должны в скором времени дать на них ясный ответ. Я отстаю. Вооруженные конфликты – это не наш выбор. Мы хотим решать вопросы политика дипломатическими средствами. Конец цитаты. Сказал Путин. Что предпримет Россия, если Запад не примет российские предложения или не отреагирует на них достаточно быстро, при этом он не уточнил. Чем такая обстановка вопроса отличается от ультиматума, он также не сказал. Министр обороны России Сергей Шойгу в своем выступлении заявил, что военное сотрудничество Украины и стран НАТО представляет реальную угрозу для России. Он заявил, что в зоне конфликта в Донбассе якобы находится 130 бойцов некой американской ЧВК, которая послам Шойгу готовит провокацию с химическими компонентами. Конец цитаты. По словам Шойгу, в 2021 году боевозможности российской армии возросли на 12,8%. Конец цитаты. Как заявил министр обороны, в выходящем году первый ракетный полк в России перевооружен на комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми крылатыми блоками. В двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Также создан отдельный авиаполк со стремителями МиГ-31К, вооруженными гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Российские власти на прошлой неделе предоставили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотят обсудить с Соединенными Штатами. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией. Соединенные Штатами заявляют, что не отказываются от диалога, но подчеркивают, что он должен ввести с участием союзников. Представитель Госдепартамента Натпрай заявил, что Соединенные Штаты намерены вынести на обсуждение свою заботу с действиями России, которая, как они считают, доносит ущерб коллективным интересам и ценностям Соединенных Штатов Америки. Конец цитаты. И Вашингтон руководство Североатлантического Союза подчеркивает, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока. Перед тем, что сообщается, что Белый дом заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы начать дипломатические переговоры с Россией по нескольким каналам сразу, но дал понять, что Москва должна снять озабоченность Запада по поводу наращивания ее военного потенциала у границ с Украиной. Советник Белого дома по национальной безопасности Джек Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Владимиром Путиным Юрием Ушаковым. Белый дом заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет России НАТО и по линии ОБСЕ. Салливан заявил у Ушакова, что любой диалог должен быть основан на взаимности и учитывать наше забоченность действиями России. Конец цитаты. В ходе виртуального саммита две недели тому назад президент Соединенных Штатов Америки Джей Байден предупредил Путина, что Соединенные Штаты Америки ведут жесткие экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину. Хотя Вашингтон дал понять, что он не считает, что Путин решил напасть на Украину. Москва пока не прокомментировала разговора Салливана и Ушакова. На прошлой неделе Москва представила предложение в области безопасности, которое она хотела бы вынести на переговоры, включая требования к НАТО, пообещать отказаться от любой военной активности в Восточной Европе и в Украине. Байден исключил возможность направления американских сухопутных войск в случае вторжения России в Украину. Но Соединенные Штаты Америки поставляют оружие Киеву. Пентагон изъявил, что оказываемая помощь включает стрелковые оружия и боеприпасы, а также ракеты «Явелин», которые, по зрениям Соединенных Штатов Америки, могут использоваться в любом месте в Украине, но только в целях самообороны. Теревня Вашингтон предполагает, что двухсторонние переговоры с Россией начнутся уже в январе. Об этом заявила журналистом заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Карен Донфрин. Донфрин также сообщил, что в случае, если Россия атакует Украину, Соединенные Штаты Америки предоставят Киеву дополнительные оборонительные вооружения и материалы. Генеральный секретарь Ленато Йенстолтенберг также сказал, что Альянс рассчитывает на начало переговоров с Москвой в начале будущего года. «Мы остаемся готовыми для серьезного диалога с Россией. Я наверен организовать новую встречу с Советом НАТО России как можно раньше в новом году». Конец цитата. Так заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Совет НАТО России был создан в 2002 году, однако его на последнее заседание прошло в июле 2019 года, несмотря на неоднократные попытки НАТО возобновить его работу. Столтенберг подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в НАТО – это прерогатива исключительно НАТО и Украины, что Североатлантический альянс будет консультироваться с Киевом относительно любых переговоров с Москвой. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым А между тем сообщается, что Госдепартамент уже рекомендовал американцам избегать поездок в Украину по любому поводу из-за возросших угроз от страны Москвы на фоне наращивания российского военного присутствия у украинских границ. Своих новых рекомендаций Госдепартамент отметил, что американцам следует быть в курсе сообщений о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины и что обстановка в стране может ухудшиться. Конец цитаты. Американские граждане, решившие посетить Украину, несмотря на предупреждение, я цитирую, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на возможности посольства Соединенных Штатов Америки оказывать консульские услуги, включая помощь американским граждан в выезде из Украины. Конец цитаты отметила внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов Америки. Представители американской разведки заявили, что Россия перебросила к границам Украины 70 тысяч водослужащих и готовится к возможному вторжению в начале следующего года. Москва отрицает планирование нападений, но требует предоставить гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Американские эксперты считают, что на таком фоне американские отношения гораздо даже хуже, чем карибский кризис. Президент Джо Байден начал свои отношения с Владимиром Путиным, назвав его в одном из интервью убийцей и введя санкции против России за вмешательство в выборы, которые он, Байден, выиграл. Однако позднее Белый дом провозгласил более прагматичный курс в американо-российских отношениях, пытаясь двигаться по двум параллельным направлениям. С одной стороны, призывать Россию к ответственности, когда ее злонамеренные, как считают в администрации, действия противоречат интересам США или союзников, и в то же время добиваться сотрудничества в тех вопросах, которые представляют взаимный интерес. Уже в июне этого года состоялась очная встреча президентов США и России в Женеве. Мы попытаемся определить, по каким вопросам мы сможем работать вместе, а там, где у нас есть разногласия, мы попытаемся сделать все для того, чтобы мы могли рационально и предсказуемо обсуждать вопросы. С тех пор взаимодействие США и России значительно усилилось. Советники по национальной безопасности Джейк Салливан и Николай Патрушев регулярно общаются. Высокопоставленные представители не только Госдепартамента, но и других ведомств обсуждают практические вопросы со своими российскими коллегами. В сентябре в результате второго кулинарного заседания участников диалога по стратегической стабильности во главе с Венди Шерман и Сергеем Рябковым были сформированы две рабочие группы по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями и вторая по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект. Обе стороны охарактеризовали диалог как интенсивный и предметный. Кроме того, в начале ноября в Москве с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ Уильям Бернс, который, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, провел диалог по чувствительным вопросам, чрезвычайно важный для двусторонних отношений. По итогам этого визита Путин поговорил с Бернсом по телефону. Я думаю, американская администрация правильно понимает, что разведсообщество играет важную роль в принятии решений в России. В Кремле считают, что разведсообщество в США также играет очень важную роль, поэтому там приветствовали визит Бернса как еще один шаг в налаживании каналов связи. Однако, несмотря на некоторые признаки усиления взаимодействия между Вашингтоном и Москвой, большинство аналитиков склоняются к тому, что отношения между двумя странами вступили в весьма опасный период. По мнению профессора Майкла Кимиджа, что-то пошло не так. В администрации Байдена думали, что даже если фундаментальные проблемы двусторонних отношений не будут решены, по крайней мере, диалог по Ирану, по изменению климата, по Северной Корее, возможно, по Сирии, поможет стабилизировать отношения с Россией. Этого не произошло. Вместо этого Россия сосредоточила большое количество войск в восточной части страны, а президент Путин стал все громче говорить о красных линиях. Диалоги с Соединенными Штатами и союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Именно риторика и события вокруг и в Украине в последние дни уходящего года приобрели характер кризиса и доминировали в повестке дня декабрьской виртуальной встречи Байдена и Путина. Аналитики отмечают, что стороны столкнулись с глубоким концептуальным кризисом. Нет, они, конечно, о каких красных линиях не договорятся. Красные линии – это серьезный вопрос. Тем более, что, как я сказал, речь идет не о том, что вот давайте вот сюда вы ходите, сюда вы не ходите. Речь идет о базовых принципах, заложенных 30 лет назад под отношения России и Запада в целом. Россия требует пересмотра этих принципов. Запад пока утверждает, что нет оснований для этого. Профессор Кимыч считает, что текущая ситуация опаснее, чем Карибский кризис 1962 года, из которого США и Советский Союз сумели найти дипломатический выход. При том, что, по мнению большинства экспертов, Украина в обозримом будущем не будет принята в НАТО, сегодня у сторон меньше пространства для маневра. Как говорят по-русски, это факт. Украина слишком велика, ее слишком сложно оборонять. И это для Запада слишком тяжелая задача, которая способна дестабилизировать НАТО. С Путиным или без это рассматривалось бы Россией как провокацией и было бы неоправданно. Все это понимают. С другой стороны, госсекретарь Блинкен говорит о вступлении Украины в НАТО. Об этом пару недель назад в Киеве говорил министр обороны Остин. Об этом говорит украинское правительство. На саммите в Бухаресте в 2008 году было выпущено заявление о том, что Грузия и Украина вступят в НАТО. Западные политики наотрез отказываются закрыть дверь, которая была ими открыта. В конце концов, это записано в хартии НАТО, которую невозможно просто отменить. Но когда Россия столь агрессивно настаивает на нерасширении НАТО и подкрепляет свои требования концентрации войск, Западу очень сложно пойти на попятную. Уступки перед лицом угроз будут выглядеть как умиротворение и соглашательство. Это невозможно для Запада. Даже если этой зимой удастся избежать вспышки насилия, напряженность в американо-российских отношениях останется. Как говорит профессор Киммич, это может быть карибский кризис, который продлится 10-15 лет, что тоже не является слишком радужной перспективой. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А между тем, на этой фоне сообщается, что российская подводная лодка, находившаяся в Японском море, успешно запустила из-под воды крылатую ракету «Калибра», которая пролетела более тысячи километров и поразила цель на российском полигоне на суше. Водом сообщило во вторник агентство РИА Новости. Учения также включали скрытное перемещение и поддержку военных кораблей, самолетов и беспилотников. И обо всем этом сообщило агентство РИА Новости с ссылкой на российский Тихоокеанский флот. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. К другим новостям. Всемирный экономический форум вновь отложил ежегодную встречу мировых лидеров, руководителей деловых кругов и других элит в швейцарском Давосе на фоне новой неопределенности по поводу штамма коронавируса «Омикрон». Организаторы форума, которые неоднократно откладывали, переносили и, в конце концов, отменили прошлогоднее мероприятие, заявили, что ранее запланированная встреча в Олимпийском городке с 17 по 21 января следующего года теперь состоится в начале лета без указаний конкретных дат. В нынешних условиях пандемии крайне сложно провести глобальную очечную встречу. Подготовка ведется с учетом рекомендаций экспертов и выигрывает от тесного сотрудничества со швейцарскими властями на всех уровнях. Конец цена. Так говорится в заявлении форума. В Соединенных Америки тоже очень тревожно. Президент Джо Байден, оказывается, контактировал с сотрудником, у которого был выявлен COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Байден находился рядом с сотрудником около 30 минут на борту президентского самолета в пятницу на прошлой неделе, когда он направлялся в Филадельфию, в штат Пенсильвания из Южной Каролины, отметила Псаки. Сотрудник был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу. Тест, взятый у него в пятницу утром, был отрицательным. Но тест, взятый в понедельник, оказался положительным. Об этом сообщил Белый дом. Президент сдал экспресс-тест в воскресенье и ПЦР-тест в понедельник. И оба дали отрицательный результат. Так говорится, в изолении Псаки он сдаст очередной тест завтра, сказала она. Поскольку указания центров по контролю и профилактике заболеваний не требуют, чтобы полностью вакцинированные люди уходили на карантин после контакта с инфицированным, президент страны будет и дальше придерживаться своего графика. Конец цитата. Так заявила Псаки. Прайм-тайм Америка. С Андреем Некрасовым. Великим два руководителя американских органов здравоохранения заявили в прошедшее воскресенье, что страну ждут несколько трудных недель в связи с распространением штамма коронавируса Омикрон. Я цитирую. В ближайшие несколько недель нас ждут большие неприятности. Конец цитата. Так заявил уходящий в отставку директор национальных институтов здравоохранения доктор Фрэнсис Коллинз, выступая на канале Fox News. И по словам Коллинза, 50 миллионов американцев, имеющих право на вакцинацию, не прошли ее, что его очень особенно, как он выразился, расстраивает. Конец цитаты. Кроме того, миллионы людей получили прививки, но не прошли ревакцинацию, которая, по мнению экспертов, необходима для значительного усиления защиты от Омикрона. Главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям и главный медицинский советник президента МГБ, доктор Антонио Паучи, заявил в программе «Положение в стране» на канале СИНО, что «если вы хотите получить оптимальную защиту, то немедленно ревакцинируйтесь». Конец цитаты. А вероятен, Омикрон опередил другие варианты коронавируса и стал уже доминирующим штаммом на территории Соединенных Штатов Америки. На его долю теперь приходится 73% новых случаев заражения прямо сейчас. Об этом сообщили представители федеральных органов здравоохранения. Данные центров по контролю и профилактике заболеваний CDC показали почти шестикратное увеличение доли Омикрона лишь за одну неделю. На значительной части территории страны уровень распространения Омикрона еще выше. На него приходится примерно 90% всех новых случаев в районе Нью-Йорка, на юго-востоке Соединенных Штатов, в промышленном Среднем Западе и Тихоокеанском Северо-Западе. С конца июня штамм Дельта был главным вариантом, вызывающим COVID-19 в Соединенных Штатов Америки. Еще в конце ноября более 99,5% всех случаев коронавируса приходилось на Дельту. Так показывали данные CDC. Теперь ситуация поменялась. Ну и кроме того, Омикрон не просто на нас обрушился, а он к тому же еще и обрушил нашу биржу. Хватили, подхватили Омикрон, нужно сказать. По всей вероятности на Нью-Йоркской фондовой бирже Омикрон полностью победил Санта-Клауса. Вместо того, чтобы наблюдать ралли Санта-Клауса, то есть тот феномен, когда накануне рождественных праздников акции резко растут, мы наблюдаем резкое падение на фоне опасений по поводу такого тотального и быстрого распространения штамма Омикрон по всему миру. Вот на данный момент Dow Jones упал на 513 пунктов, что приблизительно соответствует 1,5%. И это все на фоне того падения, которое мы наблюдали на предыдущей неделе. За предыдущую неделю Dow Jones упал на 1,7%, S&P 500 на 2% и NASDAQ на 3%. По всей вероятности декабрь окажется для фондового рынка в США убыточным. Нужно сказать, что фондовые рынки избежали еще более серьезных потерь благодаря сегодняшнему заявлению от компании Модерна, что третья доза вакцины против COVID-19, по-видимому, обеспечивает значительную защиту и от штамма Омикрон. Было обнаружено, однако, что без бустерной дозы вакцины компании намного менее эффективны против Омикрона. Модерна заявила, что продолжит разработку бустерной дозы вакцины специально против штамма Омикрон. Акции компании сегодня утром подскочили почти на 11%, впрочем, на данный момент они торгуются в минусе. То есть, инвесторам, вероятно, не очень нравятся перспективы компании Модерна. Естественно, дальше все по нотам. Когда мы видим опасения роста коронавирусной инфекции сейчас в мире, падение мы наблюдаем, естественно, у круизных компаний. Рост инфицирования штамма Омикрон ударил по круизным компаниям с утра довольно серьезно, в особенности давление на акции круизов. Усилость после того, как лайнер Royal Caribbean пришвартовался в Майами и сообщил о 48 случаях заражения COVID на борту. Акции компании с утра упали на 3%. Акции других круизных компаний, таких как Carnival и Norwegian Cruise, тоже упали на 3-4%. Впрочем, это совершенно нелогично, но сейчас компании несколько выровнялись и торгуются где-то на уровне нуля. Опасения по поводу распространения штамма Омикрон также оказывают, естественно, сильное давление на акции авиакомпаний. С утра потеряли в цене все крупные авиаперевозчики США. United Airlines, American Airlines и Delta потеряли почти 3%. Каждая из них сейчас, впрочем, они немножко выравниваются, но вот акции лоукостеров, таких как Southwest и JetBlue, по-прежнему в минусе. И та и другая компании потеряли чуть более чем 2% в своей стоимости. Илона Маска в этом году ждет крупный налоговый счет от налогового ведомства США. И, возможно, это будет самый крупный счет в истории США. Кому интересно, в этом году я заплачу налогов на сумму более 11 миллиардов долларов, написал в понедельник генеральный директор Tesla в Твиттере. С начала ноября Маск продал акции Tesla на сумму 14 миллиардов долларов. Впрочем, налог он, конечно, заплатит с общей суммой своих доходов не только от компании Tesla, не только от акций, которые он продал, но, скажем, и от тех доходов, которые он получил от компании SpaceX. Они, как мы знаем, астрономические. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA уже в среду. На этой неделе выдаст разрешение по использованию препаратов компании Pfizer и Merck для лечения COVID-19. Это вам сообщает WM-Bird News. Осылка на знакомые с ситуацией источники. Эти два препарата, особенно таблетки Pfizer под названием Paxlavit, считаются многообещающими средствами для лечения COVID-19, поскольку они принимаются перорально и могут назначаться пациентами вне больницы. Ранее в этом месяце компания Pfizer Incorporated заявила, что ее противовирусный препарат продемонстрировала почти 90% эффективность в превращение госпитализации и смерти среди пациентов из групп РИСКа. Препарат МЕРК под названием Molnopiravir в рамках клинических испытаний среди людей из групп РИСКа продемонстрировала способность снизить количество госпитализации и смерти примерно на 30%. Но в FDA комментариев пока не дают. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. 19 декабря Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить компенсации за свою вину в пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Washington Times. Трамп, ведущая фигура Республиканской партии, сказал, что коммунистический режим должен вести ответственность за свою роль в распространении коронавируса. Вот что сказал Трамп. Китай должен платить. Они должны что-то делать. Они должны выплатить компенсации, а у Китая нет денег, чтобы выплатить эти репарации. Конец цитаты, сказал Трамп. Трамп утверждал, что если всемирный ущерб от коронавируса будет правильно оценен, Китай, вероятно, будет должен более 60 триллионов долларов. Я цитирую. Я считаю, что во всем мире, я говорю не только о Соединенных Штатах, но и во всем мире их ущерб в размере 60 триллионов. У Китая нет 60 триллионов, но им нужно что-то делать, чтобы компенсировать то, что они сделали. То, что они сделали с миром, это просто ужасно, ужасно. Это было ужасно во всем мире, и это не прекращается. Конец цитаты добавил Трамп. По данному университету Джона Хопкинса пандемия COVID-19 потрясла мировую экономику в 2020 году и является причиной более 5,3 миллиона смертей во всем мире. Представители здравоохранения Китая обнаружили новый вирус в ноябре 2016 года в Ухане, столице провинции Хубей. Пекин официально сообщил о вирусе Всемирной организации здравоохранения в декабре того же года. По словам представителей глобального здравоохранения, задержка дала время вспышки распространения и серьезно подорвала возможность введения карантийных мер. Хотя происхождение вируса до сих пор не ясно, доказательства указывают на то, что нельзя исключать лабораторную аварию в Китайском Уханьском институте вирусологии. Теория, которую когда-то критиковали демократы как ксенофобскую, недавно стала популярной в сообществе общественного здравоохранения. Я думаю, что истоки настолько очевидны. Думаю, что если кто-то думает иначе, он просто обманывает себя. Конец цитата, так сказал Трамп. В мае почти 20 ведущих ученых страны публиковали письмо в академическом журнале «Сенс», в котором призвали к дальнейшему тщательному расследованию происхождения коронавируса. Теория случайного выброса из лаборатории и распространения зоонозов, то есть передачи от животных человек, остаются жизнеспособными. Конец цитата пишет ученый. Представая Китайской страны, отрицает утечку вируса с его объекта в Ухане. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работы службы информации медицентра мы продолжаем выпуск «Последних известий», который транслируется на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки служите нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов в любое удобное для Вас время на Spotify и через CarPlay, в любом автомобиле или в траке. Мы продолжаем выпуск «Последних известий», переходим к другим новостям, оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Пять российских граждан, в том числе связанные с Кремлем, бизнесмен, которые сейчас находятся под стражей в Соединенных Америке, реализовали обширную схему инсайдерской торговли на сумму 82 миллиона долларов, воспользовавшись украденной хакерами корпоративной информации. Об этом заявили в понедельник власти, и власти объявили пятерых россиян в инсайдерской торговле. Владислав Клюшин, владелец московской компании в сфере информационных технологий, которая, по утверждениям прокуратуры, имеет широкие связи с российским правительством, в субботу был экстрадирован из Швейцарии по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и других правонарушениях. Его орицали в Швейцарии в марте, во время поездки на лыжный курорт. Клюшин, который находится в тюрьме в штате Массачусетс, предстал перед судом в Бостоне по видеосвязи. Слушание по вопросу об его освобождении под залог намечены на этот четверг. Клюшин остальных ответчиков обвиняет в торговле ценными бумагами на основании отчетов о корпоративных прибылях, полученных путем взлома двух сервисов, которые помогают компании подавать квартальные и годовые отчеты в комиссию по ценным бумагам и биржам. По словам прокуратуры, в число этих компаний входили IBM, Snap и Tesla. Как заявляет обвинение, 41-летний Клюшин и сотрудники его компании М-13 совершили торговые операции как от своего имени, так и для клиентов в обмен на комиссию. В рамках этой схемы с 2018-2020 года было получено общей сложности не менее 82,5 миллиона долларов, так говорится, в иске комиссии по ценным бумагам и биржам. И обвинение по данному делу также предъявлено сотруднику М-13 Ивану Ермакову, одного из 12 предполагаемых офицеров российской военной разведки, которых в 2018 году обняли во взломе компьютерных систем Демократической партии и кандидатов президента Хиллари Клинтон с целью вмешательства в выборы 2016 года. Он остается на свободе рядом с тремя другими обвиняемыми. Директором М-13 Николаем Румянцемом и российскими бизнесменами Михаилом Ирзаком и Игорем Сладковым, которые, по словам прокуратуры, использовали похищенную информацию для торговли ценными бумагами. Адвокаты Клющина назвали обвинение политически мотивированными, за лишь настоящей причиной является его связи с российским правительством, которое называет это дело частью охоты Вашингтона на россиян. Именно так. Ну вот давайте мы узнаем, а что вообще говорят эксперты по этому поводу. Говорим сначала о политических новостях дня. И о новом поводе для гневанных заявлений со стороны российских властей в адрес американских. В эти выходные рейсом из швейцарского Тюриха в Соединенные Штаты пролетел Владислав Клюшин. Правда, сделал это россиянин не по своей воле, а вообще под конвоем, после решения швейцарских судов о его экстрадиции в Соединенные Штаты. И вот если вы никогда не слышали этого имени, вы не одиноки. Зато американская прокуратура называет Клющина злостным нарушителем законодательного запрета на инсайдерскую торговлю ценными бумагами. Это официальная версия. А вот неофициальная, куда интереснее. И гласит, что депортированный является инсайдером не биржевым, а Кремля и российского правительства. И вообще является одной из ключевых фигур в кампании Кремля по вмешательству в политическую жизнь в США и конкретно в выборах 2016 года. Дарья Диагутс. Крупица информации об этом деле. Даша. Стоялась первая пресс-конференция представителей Министерства юстиции в штате Массачусетс по делу об экстрадиции Клющина. Интересно, что именно власть Клющина. Эти власти именно этого штата выдвинули обвинение против российского бизнесмена и его обвиняют в так называемой инсайдерской торговле. Речь идет об операциях по покупке ценных бумаг, когда одна из сторон располагает некими конфиденциальными знаниями о предстоящих сделках и таким образом получает выгоду. И вот американские правоохранители утверждают, что в данном случае речь идет о сотнях миллионах долларов, которые были заработаны нелегально, получены нелегальным путем. Вот как экстрадицию Клющина прокомментировал представитель Вашингтонского офиса ФБР по киберпреступлениям Альберт Мюррей. Сегодняшнее сообщение об экстрадиции Владислава Клющина еще один пример того, как ФБР и наши партнеры работают по всему миру, чтобы противостоять киберугрозам, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Мы предполагаем, что Клющин и другие обвиняемые использовали различные незаконные и вредоносные способы получения доступа к компьютерным системам, чтобы совершать незаконные трейдерские операции. Подобные преступления ведут к реальным последствиям. Помимо Владислава Клющина в обвинительных документах упоминаются именно еще четверых россиян, в том числе, как ты отметил, Ивана Ермакова, экс-сотрудника ГРУ, против которого США уже вводили санкции в 2018 году за его роль в российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Самого же Клющина арестовали власти Швейцарии в марте этого года по запросу американской стороны, когда он вместе с семьей приехал на отдых на горнолыжном курорте в городе Цермат. После этого защита Клющина неоднократно пыталась обжаловать в суде, в швейцарском суде, решение об экстрадиции бизнесмена в США, однако тщетно. При этом адвокаты настаивали на том, что дело носит чисто политический характер, поскольку в России Владислава Клющина знают как владельца компании М-13, которая, в свою очередь, разработала программное обеспечение для мониторинга СМИ и социальных сетей, которые использует российское правительство, в том числе администрация президента. Политическим это дело считают и российские дипломаты. Вот как на решение об экстрадиции Клющина отреагировала посольство России в Швейцарии. В швейцарской юстиции, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке. Дело, принято на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном охоты на российских граждан в третьих странах. Продолжаем выпуск последних известий. Алекс Джонс, сторонник теории заговоров и основателя правого веб-сайта InfoWars, заявил в понедельник, что он воспользуется своим правом в соответствии с пятой поправкой Конституции Соединеншеств Америки и откажется давать показания специальному комитету Палаты представителей по расследованию с событий 6 января. Я отстываю. Джонс уведомил специальный комитет, что он и намерен заявить о своем праве хранить молчание в соответствии с пятой поправкой. Конец цитата. Так заявили адвокаты Джонса в иске, поданном в понедельник против специального комитета Палаты представителей. Пятая поправка Конституции Соединенных Штатов защищает человека от принуждения к раскрытию информации следователям, которые могут подвергнуть его уголовному преследованию. Джонс должен давать показания 10 января 2022 года. Представитель специального комитета Палаты представителей по расследованию событий 6 января от комментариев отказался. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что против жителей штата Кентукки, который якобы посетил тренировочный лагерь исламского государства в Сирии, выдануты обвинением в федеральном суде после его недавней депортации в Соединенные Штаты Америки. В понедельник мужчине, гражданина Соединенных Штатов Америки и Боснии, было предъявлено обвинение в оказании материальной поддержки ИК, а также обвинение в прохождении военной подготовки в тренировочном лагере. 3 июня 2017 года 30-летний Мерсат Харис Адем Рамич из города Боулинг-Грин, штата Кентукки, и два его сообщника вылетели из Соединенных Штатов Америки в Турцию, чтобы поддержать исламское государство, потом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки с ссылкой на судебные документы. Затем все трое купили билеты на рейс в турецкий город Газиантеп, находящийся на границе с Сирией. Подобно Министерство юстиции подозреваемые пересекли границу, чтобы присоединиться к исламскому государству. После этого Рамич якобы посетил тренировочный лагерь ИК, где он получил оружие и прошел курс подготовки. ФБР получило фотографии Рамича на территории исламского государства, на которых он изображен в камуфляжной форме и стоящем перед пикапом, оснащенным зенитным орудием и флагом исламского государства. Тогда было Министерство юстиции. После присоединения к группе боевиков, Рамич и его сообщники продолжали поддерживать связь друг с другом и обсуждали, среди прочего, присутствие Рамича в Сирии и использование им зенитного оружия для стрельбы по самолетам. Так подтверждает страна обвинения. И по сообщению Министерства юстиции, Рамич находился в заключении в Турции и был депортирован в Соединенные Штаты Америки. Минюз заявил, что в случае признания его виновным, Рамичу грозит максимальное наказание в виде 50 лет теребного заключения, штраф в размере 750 тысяч долларов. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Впереди праздники, но, увы, иногда праздники омрачаются. Хизера Пингел умерла от травм, полученных при защите своего четырехлетнего сына от нападения собаки, сообщает Нью-Йорк-Пост. 35-летняя Хизера Пингел 8 декабря подверглась жестокому нападению в своем доме в Булере к северо-западу от Милвоке. Отец мальчика вернулся домой и обнаружил, что она лежит на полу в ванной. Конец цитаты. Она сказала, что у меня нет рук. Я просто умираю. Конец цитаты, так сказала сестра Пингел, Шенон Пингел. Сын Хизера был наден сидячим на стуле в столовой с раной на ноге. Послан его семьи, мать двоих детей, провела неделю в больнице, пытаясь оправиться от своих обширных травм. Но, увы, 16 декабря она умерла. У нее была почечная недостаточность, и ей ампутировали обе руки. Сыну Пингел Диамину наложили 70 швов на ножку, после укуса собаки, а позже он был выписан из больницы. Сами считают, что нападение произошло после того, как Пингел обнаружила, что собака кусает ее сына. По словам кино, Пит Буль, вероятно, накинулся на нее, когда она пыталась оградить мальчика от дальнейших травм. Шен Бернарде, парень Пингел, отец раненого мальчика, вернулся домой и обнаружил, что собака все еще нападает на женщину в ванной. Мы не знаем, как долго она там боролась с ним. Так сказал Шенон Пингел. Бернарде, который также был укушен во время инцидента, сказал полицейским, что он стащил собаку с Пингел, вытащил ее во двор и застрелил. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Компанию найдет Parcel Service UPS, специализирующаяся на предоставлении почтовых слух, оформила заказ на 19 транспортных самолетов Boeing 767. Причиной стал рост спроса на грузовые авиаперевозки в условиях популяризации интернет-торговли. И, судя по всему, спрос на транспорт стал редким позитивным моментом для авиастроительной отрасли, объемных продаж, которые сократились на фоне пандемии. Сейчас они увеличиваются, увеличатся авиаперевозки, потому что все хотят подарков. Учительница начальной школы из Северной Каролины собрала более 100 тысяч долларов, чтобы купить продукты для своих, и не только своих, но общих учеников. Она позаботилась, чтобы у них была еда на рождественских каникулах. Лейджин Паркер, учительница начальной школы Лейквит, возможно, самый счастливый человек в дарами в Северной Каролине, поскольку она собрала более 106 тысяч долларов в ходе своего самого успешного сбора средств для нуждающихся учеников. Потрясающе! Просто нет слов! Это лишает меня дара речи. Я немного плакала сегодня, я плачу немного каждый день по этому поводу, так сказала Паркер. И благодаря постоянному растущему списку доноров и общественных партнеров, Паркер купила в Костка не портящиеся продукты для более чем 5100 учеников из дюжинных школ района Дархам Пабли Скул. Часими могут остаться голодные в время каникулы. Теперь они будут сыты. Две недели – это долгий срок, чтобы остаться без обеда или с завтраком в школе. И при приеме пищи дети, как известно, едят много, еда стоит дорого, и теперь все будут счастливы. И на данный момент в некоторых штатах перед Рождеством раздают деньги. И было проведено даже три этапа пандемических выплат. Напомню, а в некоторых штатах проводятся дополнительные пандемические выплаты. И следующие штаты приняли закон о выплате специальных компенсаций, так что ждите подарочки. Это Мэн, Калифорния, Мэролэн, Флорида, Джорджи, Мичиган, Теннесси. А Калифорния рассылает чеки на 1100 долларов жителям с низкими доходами. Так что Рождество грядет, и впереди только подарки и прекрасное настроение. В калифорнийском Непле соседи каждый год состязаются в том, чей дом будет ярче украшен. Яркими и красочными именно такими рисовали свои подарки для бездомных эти пенсионеры. Сами краски дают человеку тепло. Здесь все солнечные краски, голубые. И я думаю, они почувствуют тепло, что люди не безразличны. И может быть, как-то у них изменится жизнь. Для выставки в приюте для бездомных пенсионеров, живущие в домах престарелых, написали десятки работ. В каждой картине зашифровано послание от автора. Парал Миранда, много лет живущая на улице, разглядела одну из них. Эта картина, картина надежды. Она словно помогает верить во что-то лучшее, идти вперед и не сдаваться. Глядя на эти картины, ты словно понимаешь, впереди не темнота, впереди свет. Люди, оказавшиеся в приюте, проходили через сложные ситуации. И зачастую арт-терапия это единственный способ, который помогает им исцелиться там, где обычная терапия не в состоянии помочь. Пенсионерка Людмила Бредицкая, автор вот этой работы, пишет картины уже много лет. Терапия красками, говорит, помогает разукрасить жизнь, причем не только свою. Да, они с таким удовольствием с нами разговаривают. Я же там возле своей картины этой африканской с ними разговаривала, со всеми. Ну, как могла, конечно, my English is bad и my memory is bad. Но мы друг друга поняли, я всем пожелала Merry Christmas. Это же чудо. Веру в чудеса, говорят пенсионеры, с годами они не утратили, особенно в канун новогодних праздников. Это действительно так, настоящее чудо. И действительно, Рождество это праздник надежды, праздник любви, праздник радости. И еще к тому же, особенно если погода будет соответствующая. Вот в Филадельфии она будет чуть потеплее. До 50 градусов в днем обещают на Рождество, а ночью будет даже около 40 градусов по Фаренгетту. А вот в Порт-Ланд-Метро-Эре сразу после Рождества грядут крещенские морозы реальные. А перед этим прямо в сочинник обещают к тому же грозы. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. В авторском выпуске последних известий была использована информация агентства Редрес, Ассоциата Пресс, агентства Франс Пресс, Синн-НБС Флодальфи, Сибис и Бисси Нью-Йорк, Фокс Орегон, Сибиси Кендо, Сибиси Волс-Сервис, Интерфакс, Голос Америки, Фиродайджест, Мониторинговая служба радиоцентра и Медиа Ценнославик. Всех вам благ. До новых встреч в эфире. Сибиси Волс-Сервис. Сибиси Волс-Сервис. Сибиси Волс-Сервис. Сибиси Волс-Сервис. Сибиси Волс-Сервис. Продолжение следует...